Всем привет, друзья! С вами ММА! И сегодня будет Бравл Толк. Разбор. Перевод, так сказать. Самые интересные фишечки, которые я смог найти, я вам тоже покажу. Я их искал в замедленном режиме видео. Плюс ко всему есть очень важная новость от разработчиков. Так что обязательно досмотрите роли до конца. Но и вместе заценим эмоции Бравл Толка. Плюс я поделюсь своим мнением, что думаю по этому или иному поводу. Так что приятного вам просмотра. Обязательно закидывайте лайк, досмотрите роли до конца, чтобы не пропустить очень важную инфу. И погнали! Это точно правильная станция? Думаю, да. Вечеринка обновления должна быть здесь. Не к обновлениях, а лынская. Что на тебя одето? Я переработал на снаряжение. Ты тоже заморочился, перевел. Она говорит, е-мое, мама, этот мальчик ничего не знает. Что это было? Не бойся, кажется, я сегодня гигантский нутрайен. Ё-моё, как на нем издевать с каждой Бравл Толк. Дон! Он тот труп и играет. Ой, да не забрал. На этой сезоне Бравл Старс, мы идем в Бравл Старс, мы идем в Бравл Старс. В доме Гоу Стейшн. Короче, вы поняли, да? Призрачная станция — это дом. Газ? Бравл Уин просто на корне. Кстати, посмотрите, Дэнни весь покоцанный. Хэллоуин уже не заграем, так что давайте начнем с чего-нибудь страшного. Ну, погнали. Ооо, Сумби Брук. Если вы испытание не пройдете, то вы можете попозже купить за гемы, но это имба, Брок же. Это просто невероятно. Я как долго ждал испытание на какой-нибудь скинчик, потому что у меня есть аккаунт Рудяга, и там я 0 кубков прокачиваю и так далее, и там нельзя собирать персок, который дается за кубки. Но испытание это фиксит. То есть, чтобы вы понимали, это настолько серьезная тема, что даже если ты выиграешь скин от разработчиков, они тебе его не смогут дать, если это, допустим, да, тик, пока ты его не соберешь. А испытание дает персонажа. Так было с Боу, так было с Битом. Это просто жесть. Ой-ой-ой, Фрэнкин Грум. Силовая лига, Кондуктор Калет. Также некоторые классические скины вернутся. Ну, Биби, да, закрыто чуть-чуть, но все остальное вы увидите. Хозяйка енота Пенни. На первом уровне Брал Паспорт. Бастер. Новый хроматический боец. Прямо после этого видео. Давайте посмотрим, что нам за мультик подготали. Так, это... Это Кент Фенга. А, типа Джеймс Бонн. А потом Индиана Джонс. Это про Биллафильму Бибилла. А дальше Рэмбо. Короче, он актер. О, Тор. Кор. И Терминатор. Бастер операции на сет. Эй, верни фон на место. Он, короче, мечтает стать Кинжи-жой, как и Пэнк. Ребят, ну это же... Это же бустер. Это не Бастер, это бустер, ё-моё. Пойду напишу, потому что такое отчел. Не нужно пропустить. Световые волны и его основная атака. Чем ближе он к цели, тем больше он наносит урону. Это прикольно. По 2000. Это танк, который защищает своих тиммейтов. О, какая супер, ё-моё. Вы просто видели? Пэм. Пэм по счету стреляет и сама себя добила. Это просто жесть. Шелест ультой, не дай бог, ультанет. Поэтому Ситуа на себя просто уничтожит. Он защищает от атак в любых её направлении. Единственное, что метатели боятся, да, какой-нибудь Барли его жестко закроет даже с этим щитом. Короче, его... Когда у него будет ульта, его можно зафигачить только со спины. Сбоку, да, за бэкстепить, так сказать. Либо метателем закрыть. Либо щит переждать. Благодаря SkinBusters бензопилу, его прожекты превращаются в бензопилу. А, ну, короче, и будет, если кидать пил. Эт скин будет на ласт, да. Брал пас. Пицца Аж. Давайте я вам вскрою просто на секунду. Посмотрите, это вообще имбэ. Все любят пиццу, согласен. В клубном шопе будет пицца. Джанет, у которой до сих пор был только один скин брал пас, теперь будет GeForce. Фуууу. Оуу. Это что за Рэмбо? Вы видели это? Просто у него этот набор своих наград, офигеть. Раскараск. Бесплатный скин появится, будет доступен всем, следите за обновлением в декабре, в начале декабря, походу календарь подарков, надеюсь не для новеньких аккаунтов, как бывает. И еще сори, что я постоянно паузу делаю, просто хочу поделиться эмоциями сразу, чтобы не переходить к следующей теме и не закрывать ее своими, так сказать, обсуждениями. Система снаряжения, погнали! Полностью убирают снаряжение, детальки, и это значит... Не, фу-фу-фу, это что такое? Я сейчас веб-к пока спрятал, да, Панустанович, не в тему. За 10 гиров и 1050 деталек дали 26 почти как голды, сколько... Скажите мне, сколько я получу за свое? У меня и так миллион четыреста есть. Два миллиона, что ли, будет сразу? И посмотрите, появилась какая-то редкость. Рука, рука нарисованная. Это какой-то красный или розовый цвет. Офигеть! Это что такое? Ну ладно, погнали дальше. Безранцы использовали, вот и нет, но... Теперь заново будете снаряжение выбирать. Ой-ой-ой. Просто коснить... Короче, теперь за монетки ты просто покупаешь нужное тебе снаряжение. Скорость, дамаг, щит, ну, хил, все то же самое. Да? Да, вроде все то же самое. Если у вас голда есть, сразу его купите, не надо там ничего собирать. Первый будет бесплатно. Каждый будет отдельно выбираться для каждого. Теперь не надо первый ловел, второй, третий делать. Просто один раз покупаешь, и все, у тебя этот гир фул. То есть, если есть гир, он значит максимально. Это круто, потому что ты еще, в принципе, будешь знать, что и соперник на максималке. Если ты видишь, что у него два гира горит, значит, он тоже теперь на максималке. Потому что раньше это мог быть серый гир, либо второй ловел. Гир сейчас в 3 разных гир. Эпик, мифик и суперредкий. Офигеть. Это что такое? Что? Что? Суперредкий будут для всех. Эпики будут пока для некоторых. А мифический только одному дают. Это Джин. Talk to the hand. Офигеть. Этот гир, короче, если ты его ставишь, он пул дает на одну клетку дальше. То есть, если у тебя есть гир, и у вражеского Джина против себя играющий, есть тот же гир, допустим, это ладер играете, он тебя вытягивает, и ты его. И у тебя на один, так сказать, шажочек ульта дальше летит, и ты его можешь вытянуть, а он тебе не достанется от дистанции. Это жестко. Короче, чтобы понять все, что там будет происходить, обязательно следите за сникпиками, но сами понимаете, капитальный разбор сделаем так, что обязательно не пропустите. Ну и подписывайся на канал, если еще не подписаны. Да, будет еще много снаряжения, но... Появится кнопка «Пожаловаться». Будет первая версия чисто для сбора информации. Короче, чисто нажимаешь. Чел специально тебя снайпит, чтобы заруинить. Очень часто такое видел на стримах. Специально вот занимается, да, этим, и ты просто пожаловаться, 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 и если он так будет заниматься этим много, то, возможно, останется без аккаунта. Это круто. Пока она будет только в силовой лиге. Ну, будешь кому-то грифери, да, у всей маме что, и тебя потом, твой аккаунт за грифери. Если есть идея, да, пишите, какие бы вы в добавили. Ой-ой-ой. Чемпионат мира пройдет в Диснейленде, но мы там тоже должны быть. Потому что мы отобрались. Лучше команды будут рубиться за лям, и мы тоже зарубимся. Так, окей. СК, Тинкс. О, это уже по-нашенски. Ладно, погнали. Те команды перечисляют. Очень много, короче, команд, да, 16. И вот тут награды. Короче, смотрите, есть сайт, ивент, в прошлом году так же было. Там за скинчик мы боролись с Джесси, и те, кто делали предикты по моим прогнозам, на изи получили его так же, как и я. Хотя там всякое может быть. Там жесткие качели бывают, там бывают лютые апсеты. В СК все верили, но они проиграли первый раунд. Но все же, все равно, у нас будет возможность прочекать все команды на скримах, так что мы лично точно будем знать, какие команды сейчас в супер жесткой форме, какие нет, и там уже примерно будет понятно, что да как. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти предикты. Это будет на их сайте. Но всю подробную информацию я закину и на сайте. Блин, на сайте говорю. И в телеге... Ууу, что говорить? Если у вас даже Тары нету, но вы прогнозы это выиграете, на халяву получите перса. Походу я знаю, как теперь на Мишка заработать. Да, вот он, сайт EventBrossers. Ну, короче, я в телеге, везде буду пастить. Это еще не самое, так сказать, важное, то что мы идем к этому потихонечку. Где же, где же это? Движух. Теперь для выполнения действий за монет можно воспользоваться кристаллами. А, типа, чуть-чуть, голдушки не хватает. Давайте такой, эки-майсика, братишка, потрачу или не будет. Ты такой, да нет, ты что, гонишь ли так, гемы? Весных не хватает. Ой-ой-ой, теперь можно одинаковых персобрать. А чё, а чё героин-то не взяли одинаково. У одного хэпп много, у другого нет. О, вот это кайфовые квесты. Для... Просто дамага. Больше теперь не падают ни детальки, ни... Ни сами гиры. Теперь будет голдушки побольше сыпать. Звездные силы гаджетом можно покупать за монет напрямую. Кайф. Это кайф, потому что раньше тебе какой-то перс, вот ты его очень хочешь прокачать, он стал метой. И ты просто сидишь каждый день и ждёшь в магазине, когда появится на него это Старка, чтоб ты начал пушить. Сейчас это не потребуется, это имба. И, наконец, раздача подарков. А это самое интересное. Будем разыгрывать Фрэнка Грома. Кайф. Смотрите, вы сейчас мой ролик смотрите. Этот хэштег у меня будет стоять, но вам его сейчас необязательно искать, потому что просто чекните описание. Там все условия, вся инфа будет. В телеге этот будет конкурс, итоги все подведем. Я все распишу. Просто подписывайтесь на канал, подрубайте код ММА, залетайте в телегу, там тоже подписывайтесь и нажимайте участвую. И всё. Больше ничего не надо. Никаких спонсоров, ничего нет. Чисто, чисто на мой канал, на мою телегу. Ну и, конечно, лайкосик на ролик. Окей, говорят. Не пропустить обнову в декабре. Спасибо всем, кто досмотрел. Мы будем присутствовать на чемпионате мира. В Париже, так что, да, надеюсь, я там тоже буду. Ну и момент такой, что говорят, что думаете по обнове. Напишите, ребят, что вы думаете. Потому что я почитаю обязательно. И тут уже концовочка, рофлые приколы, неудачные моменты, кадры. Нет, ну, дождь. Нет, ну, дождь. Оребуа. Тут кто-то там врезался, походу. Окей. Смотрите, народ. Есть такой момент. И как я вам говорил, что обновы разобрали. Там, в принципе, понятно, что как будет. Но есть прикол, что некоторые моменты, они где-то были видны. Но чтобы их найти, я это делал, наверное, в X3 скорости уменьшенной. Так что сейчас я вам их покажу. Это там очень размыто вот здесь. Потому что дамаг и так проходит. И еще камера двигается. Появляется скин. Но вот здесь Эва пробивает по грому. И у нее дамаг проходит побольше. Место 880. И у нее проходит 960 дамага. И это можно будет увидеть. Вот 1087 остается 1027. Вы просто уменьшаете цифры и понимаете, что Эву немного усилили по балансику. Есть еще другой момент. Сейчас я вам тоже его покажу. Этот момент прямо вот здесь будет. Я не знаю, насколько это точно. Но Джанетка сейчас реально имба. И вот здесь, когда она дает тычку. Если пойти в игру и также одновременно в этот тайминг дать без замедления скорости тычку. И вот подождать, когда у нее зарядится новая. Начинает казаться, что вот здесь ее тычка заряжается чуть дольше. И у меня есть предположение, что ее уменьшили перезарядки скорость. Потому что ее тычки реально имба. Потому что когда ты в упор подходишь, просто три раза тапаешь. 4500 залетает просто на халяву. А если под бисерком, там все 5,5к. И это реально жестко. Возможно, ей дали чуть немножечко подольше перезаряжаться. Я еще вот абсолютно все тайминги, все моменты я вот просто прокручивал на минимальной скорости. Я все проверял, все сверял, изучал дамаги, проверял. Но разработчики очень сильно заморочились. И в принципе практически все спрятали. Но для нас это будет не проблема. Потому что будет сникпик. Там все полностью капитально разберем. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно участвуйте в конкурсе. Потому что от разработчиков это самое крутое, что может быть из подарков. Потому что не ты покупаешь, а тебе приходят на мейл. Письмо в игре. И ты получаешь скинчик прямо на аккаунт. Поэтому будем на этом подводить итоги. С вами был Амуман. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Обязательно не пропускай сникпики. Всем удачи и всем. Субтитры сделал DimaTorzok